В Ярославле заметно похолодало. Наступившая неделя, по прогнозам синоптиков, будет снежной. Это значит, что пора завершать дорожные ремонты. В какой стадии объекты в городе, работы на которых велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и есть ли у властей претензии к качеству, тем мы обсудим с моим гостем Ринатом Бадаевым, заместителем мэра Ярославля по вопросам градостроительства. Ринат Аскандаревич, приветствую. Добрый вечер. Итак, крайние сроки контрактов, что называется, уже дышат в спину подрядчикам. Все ли успевают? Ну, у нас опасений нет. На сегодняшний день у нас два объекта введены в эксплуатацию. Это у нас Красноперевальский переулок и улица Гагарина также. Два объекта у нас в стадии завершения, буквально на этой неделе начнется приемка этих объектов. Это проспект Зажинского и улица Углическая. Ну и к 30 октября у нас завершаются работы по улице Республиканской. То есть никаких опасений насчет ни одного из объектов у мэрии нет? Нет. А что будет с подрядчиками, которые не выполнят условия контракта? Ну, в случае нарушения подрядчикам у нас с контрактом предусмотрены штрафные санкции, пени за просрочку выполненных работ. Поэтому начисляются эти пени, штрафные санкции и выставляются подрядчику по ставке рефинансирования. А есть ли риск, что на следующий год останутся какие-то недоделки с какими-либо дорогами? Рисков нету, потому что это национальный проект. Нам необходимо реализовать в этом году все дороги и динамика у нас в целом хорошая. У нас с небольшой, возможно, задержкой будет данный объект. Это улица Красноборска, но это в большей степени связано с технологическими моментами. Участок непростой, довольно-таки трудоемкий. Это новое строительство, где очень много сетей, прокладка газопровода, освещение, ливневой канализации, обустройство и водопропускной трубы. Поэтому здесь есть незначительные корректирующие сроки, которые возможны. Но в целом все объекты, еще раз повторюсь, будут сданы в этом году. А сегодня в общего городском совещании обсуждали проблемы с ремонтом Татаевского шоссе. Там что-то возникло? Непадки? Ну, как, знаете, производители, наверное, меня поймут, и строители, в процессе работы всегда возникает где-то скрытая и дополнительная работа. И вот на данном объекте при прокладке коммуникации возникли дополнительные работы, так называемые скрытые, даже можно их назвать, да, где у нас труба газопровода низкого давления практически недопустима по нормативным расчетам проходит с водопропускной трубы, что необходимо было вносить изменения в проект для того, чтобы продолжить работу. В связи с этим небольшие задержки, связанные по первому участку. Но за две недели, я думаю, подрядчик справится, и участок будет открыт. Вы уже упомянули, что на этой неделе запланирована приемка ряда объектов. А как вообще проходит эта процедура? Создается приемочная комиссия, куда входит и департамент городского хозяйства, и агентство по муниципальному заказу. Подрядчик за пять дней уведомляет заказчика о готовности объекта к сдаче, предоставляет исполнительную документацию, акты выполненных работ, после чего назначается дата выхода на сам объект, где комиссионно проверяются работы на соответствии в выполнении проекта с методом документации. Если есть замечания, соответственно, заказчик готовит мотивированный отказ от принятия работ до устранения этих замечаний. Те объекты, которые уже готовы или практически готовы, как вы оцениваете качество проведенных работ? Если одним словом сказать, то хорошее качество. Да, есть, конечно, замечания, есть недочеты, но, еще раз повторюсь, в целом, несмотря на такие сжатые и короткие сроки реализации национального проекта на территории города Ярославля, качество можно оценить как хорошее. В этом году впервые было строительство новых дорог. Как вы оцениваете эту работу? Что касается строительства новых дорог, ну, на самом деле, как ранее говорил я, это трудоемкая работа, довольно-таки-то с точки зрения производственного характера и проектных решений. Это у нас улица Панина. Она вообще у нас такая улица, которая разгрузит в дальнейшем Зыжинский район, соединит и Тутайское шоссе с улицей строителей, что позволит, еще раз говорю, Ленинградский проспект разгрузить ее. Та же улица Красноборская, уже не буду повторяться, говорил о данном объекте. Но, в целом, когда в городе появляются новые улицы, новые строительства, это, на самом деле, хорошо и позволяет городу развиваться. Какая гарантия на уже выполненные работы? Я имею в виду, будет ли какая-то проверка весной, чтобы понять, как пережили зиму? Ну, по условиям контракта подрядчик обязан два раза в год выходить на свой объект, проверять на содержание данного объекта, на соответствие данного объекта, если есть замечания, естественно, или дефекты, их устранять. Заказчик также в рамках гарантийных обязательств на каждый объект у нас 4 года гарантия. Ну, там, если расписывать каждый гарантийный срок, он по отдельности, например, на дорожную одежду 5 лет, на знаки чуть больше, например, так скажем, на разметку у нас 12 месяцев. Но, в целом, по муниципальному контракту 4 года на дороге. И, соответственно, также заказчик ежегодно мониторит данную дорогу, и в случае выявления каких-либо дефектов подрядчик обязан устранить по предписанию заказчика. А ярославцы как-то могут помочь властям в этой работе? Не то, что могут, они и помогают. В процессе работ, когда возникают какие-либо недочеты со стороны подрядчика, ярославцы присылают и через социальные сети, и через аккаунт мэра в социальных сетях, на что обратить внимание, заказчик оперативно реагирует, выходит на объекты совместно уже с общественниками, заявителями. И те места, которые были отражены у общественников или же у заявителей, естественно, подрядчик устраняет. Перечень объектов на следующий год уже сформирован. Сколько дорог отремонтируют в 2020-м? В 2020-м году дорог будет больше отремонтирована. Была создана рабочая группа по поручению мэра Владимира Михайловича Волкова, куда вошли и департамент городского хозяйства, и депутатский корпус, и главы районов, и коллеги из ГИБД, где был сформирован список дорог, которые планируются к ремонту в 2020-м году и привести их в нормативное состояние. Их порядка у нас 18. 25 километров нам необходимо привести в нормативное состояние. Данный список сформирован и отправлен в Департамент дорожного хозяйства Ярославской области для утверждения. Звучите, пожалуйста, хотя бы несколько улиц, которые войдут в этот список. Ну, если говорить весь список, ну, например, это Ленинградский проспект от улицы Строитель до границ города. Это улица Куропатково, проезд Архангельский, проезд Мурманский, улица Туманово, улица Колышкино, проспект Машиностроитель и так далее. Но на самом деле этот список уже сформирован и представлен также в средствах массовой информации. Жители могут ознакомиться и на сайте мэрии, и Департамента городского хозяйства. Дополнительно в 2020 году также будет установлено 11 светофорных объектов. Это те места, которые необходимо ликвидировать, места концентрации ДТП, в том числе по предписанию ГИБДД. Поэтому в целом объем будет выполнен практически в два раза больше. Ренат Искандорович, а известно уже, какая сумма заложена на ремонт и из каких бюджетов будет эта сумма? Ну, у нас ежегодно выделяется 1 миллиард рублей. Это три источника финансирования, федеральный бюджет, региональный и, соответственно, областной. Какие новшества будут в следующем году? Ну, мы продолжим тот опыт, который применяем в 2019 году. Это непосредственно использованы виды асфальтных смесей и применение при подготовке проекта к сметанной документации предварительных национальных стандартов. Далее ПНСТ, так называемая, которая в начале этого года применяется ко всем дорогам в рамках национального проекта. Также мы будем использовать светодиодную плитку, которая, вы, наверное, заметили, в городе стала появляться на светофорных объектах, на перекрестках, что позволяет уменьшить также травматизм и безопасное дорожное движение, потому что, как всем известно, у нас сейчас пешеходы очень часто пользуются смартфонами и практически не смотрят на дорогу. И это очень помогает, когда при ходьбе они обращают, что светодиодная плитка подсказывает о, так скажем, светофорном объекте и разрешении идти, не идти. И также, наверное, мы используем посев травы на тех благоустроенных территориях, которые вдоль дороги производятся, потому что в этом году, к сожалению, только благоустройство делается без газонов, без посева травы. Насколько мне известно, в прошлом году немножечко запоздали с утверждением проектов и в этом году решили сделать это пораньше. Действительно так? Совершенно верно. На сегодняшний день определены проектные организации, которые разрабатывают проектную смертную документацию. Задача до 5 ноября вся проектная смертная документация должна зайти в экспертизу. И до конца этого года мы должны получить положительное заключение экспертизы по всем дорогам, чтобы уже в начале 2020 года смогли провести все процедуры по определению подрядчика. Спасибо большое. Моим гостем был Ренат Бадаев, заместитель мэра Ярославлева по вопросам градостроительства. Через несколько минут моя коллега Наталья Пионова начнет подводить первые информационные итоги дня. Что касается программы «На повестке дня», мы в эфире с понедельника по четверг в 19.15 и только на городском телеканале. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова